Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Аксенас, и сегодня я решил сделать видео для вас по сленгу доты, чтобы подготовить вас и других юных ребят к другому, большому и более глобальному видео, которое выйдет позже. Или же вы перешли сюда с него. Сленгов в доте очень много, также большинство слов, которые используют в доте, это просто английские слова, переведя которые, вы сможете понять, что от вас требуется. Поэтому разбирать каждое слово по типу «фиксить», что означает «чинить», я не буду. Сегодня мы затронем самые популярные сленги доты и, конечно же, отправим Керри на лайн, чтобы он полостхитил, пока его саппорты отзонивают оппонента. Пожелаю всем приятного просмотра и поехали! Первый и самый простой сленг это «пик». «Пик» — это выбор героя. «Пики» бывают разные, и о них мы сейчас и поговорим. «Фирст пик» — первый выбор героя. То есть, брать на фп «фирст пик» часто используемые слова. Часто используют слова «пикой», выбирая героя. Как правило, на фп лучше брать не самых жестких героев, которые подвергаются жесткому контрпику. К слову, «контрпик» — взять героя, который будет лучше подходить под того или иного героя для лучшей и благоприятной игры. С помощью контрпика вы также можете выиграть игру, вводя на нет способности героя-оппонента. «Го свап» часто используется в игре до выхода крипов, чтобы поменяться героями. Команда будет такая же. Минус свап с указанием слота. «Катка» — это матч. Партия игры в доту. Говорят «го» еще одну катку. Типа «давай еще раз сыграем». «Тима» — команда, вражеская или ваша. «Мид», «топ», «бот» — это обозначение линий. Это «топ», вот это у нас «мид», а это «боттом лайн». Ну, никак иначе. «Лайн» — сокращенно «линия». Нижняя, верхняя или центральная. «Кура» — курьер, приносящий вам артефакты во время игры, после закупа. «Риюс Куру» — значит снова нажать на курьера и направить его к себе. Обычно «Риюс» говорят во время перенаправления курьера, в случае, если он шел к вам и его нажали либо специально, либо случайно. «Дай фул Куру» — обычно после свапа курьер багается и вы не можете выделить его через контрол. Нажав галочку рядом с ником, вы дадите возможность забедить курьера тому, кто свапнулся. «РМК» или «Гоуре» — значит пересоздать игру или сыграть еще один матч или же катку. «Артефакт» — это особый предмет, который вы будете покупать в магазинах в самой игре. Артефактов в доте много, поэтому на них есть свой контр-артефакт. «Контр-артефакт» — то же самое, что и контр-пик. Если какой-то герой возьмет один интересный артефакт, вы можете его перебить другим артефактом. Главное понимать каким. «Пушить» — значит сносить строение. «Гоу пуш» — значит собраться вместе и идти по какой-либо стороне для разрушения строений. «Сплит пуш» — разделенная стратегия пуша в одного или нескольких игроков, когда ваша задача стянуть врагов на одну сторону, пока они ломают другую или же развести на ТП. В идеале во время сплит пуша не умереть и снести как можно больше строения, чем это сделали ваши враги. Но если сплит пуш позволит вам перетянуть врагов к вам на запушенную линию и вы уйдете, то это даже позволит врагам разойтись и поймать рассинхрон, благодаря которому они будут более уязвимы. И в случае, если вы не тянете драки 5 на 5, это даст вам некое преимущество. «Бэкдор» — снос строений, когда рядом нету крипов. В этот момент здание хилится и все, что им было нанесено, будет восполнено, в случае, если тавр или другое строение, которое вы били, не было разрушено под бэкдор-системой. «Дефить» — от слова «дефенс», то есть «защищать что-либо». Употребляется как «го» от «дефа», значит «играть от защиты», а не «нападения». «Хайграунд» и «лоу граунд». «Хайграунд» — это самая высокая точка, а «лоу граунд» — это самая низкая точка, как приведено на видео. Также «хайграундом» может являться рампа, а «лоу граундом» — заход к ней. «Синергия» или «синхрон» — совместные действия игроков, которые дадут огромное преимущество в драках. Понимая каждого из своих тиммейтов, вы сможете достичь другого уровня игры. Вы станете одним целым. «Импакт» означает внесение определенного КПД в той или иной ситуации, например, отдаться, чтобы ваша команда забрала как можно больше в драке. «Мета» — это слово обозначает силу определенных героев в том или ином патче игры, где героя очень сильно подвергли улучшению, и он стал намного лучше в этой версии карты. «Метовый герой» — герой, который в прошлом патче был слабее и выбивался из колеи. «Страта» — это стратегия. «Байтить» — «разводить» — часто это слово используется в моментах, когда вы делаете такое действие, на которое враги ведутся и после чего либо умирают, либо оказываются в невыгодной для них ситуации. «Кайтить» — ускользнуть от чего-либо, образно «закайтить стан». «Эвейдить» — возможность избегать атаки противника, почти одно и то же, что и «кайтить». «Мансить» — как правило, используется этот термин во время того, как вы избегаете какой-либо сложной ситуации путем постоянного движения, образно. Бегая вокруг дерева или ожидая хук пуджа, бегайте из стороны в сторону, тем самым путаете врага и, возможно, благодаря мансам вам удастся выжить. «Обузить» — значит злоупотреблять. Как правило, «обузом» считается использование недостатков и багов игры, но этот термин часто используют в доте во время использования комбинаций героев для более легкого успеха в игре. Или же, образно, «забузить» — статистику путем игры с более слабыми оппонентами. «Ганг» — нападение на ни о чем не подозревающего оппонента, который мирно фармит. Обычно ганг делается в 2-3 героя, на одного или двух героев, имея преимущество в количестве. «Роу» — бегать по всей карте на особом герое, который может обойтись без золота и при этом осуществлять тот же ганг в одиночку. «СС» — или «Мисс» — обычно пишут это, если один или несколько игроков в ранней стадии уходят с вашей линии или же просто какой-либо из героев-оппонентов куда-то делись. Образно, «бара-СС» — «Ре» — используется после написания «СС», в случае, если персонаж, который уходил с вашей линии, вернулся. «Спейс» — отвлечение вражеских героев, чтобы ваш керри спокойно фармил линию. «Эскейп» — уходить от чего-либо. Эскейпер — это определенный герой, ну, по типу вивера. «Керри» — герой, который должен по своей позиции добывать золото с ластхида крипов. «Ластхит» — добивание чего-либо для получения золота. Ну, образно, за ластхитил крипа. «Крибы» — это юниты, которые выходят каждые 30 секунд со всех сторон, ну или же нейтральные крибы, которые резаются каждую минуту. «Парм» — добивание крипов на линии или же в лесу для прокачки своего героя, как по экспе, так и по золоту. «Экспа» — это опыт. Опыт героя и его уровень, благодаря которому герой становится сильнее. «Кор» — это сильный герой, вокруг которого будет вертеться вся команда. «Кор», как правило, ведет свою команду за собой в определенном направлении. Слабый «кор» — залог поражения. «Стилить» — красть что-либо, например, руну на речке или же застилить фраг из-под носа нашего керрипа. «Руна» — один из бонусов, который появляется с нулевой и каждые 2 минуты по бокам на речке карты. «Фид» — означает это «кормить врага». Часто могут писать «стоп фид», что будет означать, что вы прекратили умирать. Или пишут «расфижен», значит «раскормлен». «Автоатака» — часто пишут не «автоатач», это значит, чтобы вы не били крипов. Очень часто юные и слабенькие игроки всегда стараются бить крипов. Это не обязательно. Вы должны просто стоять на линии и ластхитить. «Лейт» — поздняя стадия игры, но иногда этот термин используют в обозначении героя, который раскрывает свой потенциал в поздней игре. «Лейт-герой» — «Саппорт» — персонаж более слабой роли, который помогает керри на линии или же просто старается уйти в ганг или на вардинг. «Вардинг» — расстановка тактического вижена для своей команды. «Девардинг» — снятие вражеских вардов. «Миддер» — игрок или иной герой, который будет стоять в центральной линии. «Руинер» — игрок, который целенаправленно портит игру путем фида или подстав в игровом процессе. «Отзонить» — отогнать вражеского персонажа для создания благоприятной атмосферы на лайне для вашего керри, используется чаще всего в начале игры. «Харас» — «Харасить» — наносить урон, разминать врага перед нападением. «Сейв» — этот термин обозначает спасение какого-либо персонажа в сложную ситуацию. «Сейв ТП» — если оппоненты сильно дайвят под тавр ваших союзников, вы делаете «Сейв ТП», чтобы спасти союзника и дать отпор. «ТП» — телепортация. «Дайвить» — глубоко заходить за определенные участки карты, в которых вы можете быть в очень проигрышном положении. «Не дайви» — значит не идти далеко за врагом, не бежать за ним за тавера. «Скил» — «Спелл» — особая способность героя или же герой. «Обозначение игрока», то есть «Ну ты лоу скилл» — значит, что ты слабый игрок. Или «Хай скилл» — значит, сильный по уровню игрок. «Стан» — оглушение. «Баш» — забашил. Также считается оглушением. «Ульт» — это особая способность героя, она же самая сильная способность, которая чаще всего находится на четвертом слоте способностей. «Крыса» — по мнению убитого игрока, другим игроком, «Нечестный игрок» — используется как небольшое и негрубое оскорбление во время подгорания. «Подгорание» — моральное состояние игрока в момент неудовлетворительных действий игрового процесса на данный момент игры. «Подгорать» может от постоянных смертей или же оскорблений в игре. «Тильт» — это эмоциональное выгорание или разочарование, при котором игрок принимает неоптимальную стратегию, что обычно приводит к чрезмерной агрессии игрока. Или к потере полной концентрации в игре. «Рак» — игрок недостаточно высокого уровня, используется как небольшое оскорбление. «Дно» — также оскорбление, как и «Рак», оно примерно одинаково по смыслу. «Б» — значит «назад». «Таверну» — значит «отправить на респаун». Если же вас убили или вы убили, то тут будет уместно написать «в таверну». «Респаун» — место возрождения героя. «Гоу» — кратко и понятно. «Вперед». «ГГ» — «гуд гейм». Чаще всего используется в конце игры. Обозначает «хорошо сыграно» или «хорошая игра». «БГ» — «бэд гейм». Игра не понравилась и была неинтересной. «Стак» — большое скопление лесных крипов в кемпе, которые были отведены благодаря механике игры для дальнейшего их выформа героям. Уф, вроде ничего не забыл. Благодаря этим терминам вы сможете влиться в тусовку дотеров и не быть там белой вороной. Надеюсь, для вас это видео было полезно. Не забывайте смотреть другие видео на моем канале, а также не забудьте посмотреть вот это видео слева сверху, если вы новичок, ну или бывалый. На этом все. Спасибо всем за просмотр. С вами был Ксаназис. Влепите лайк, репостните этот видос другу и объясните ему, как отзонить на сапе, пока вы на кере ластхитите крипов. Всем до скорого.